Недавно мы создали генератор на 1 миллион вольт. Сейчас мы вам покажем необычные явления при столь высоком напряжении. И проведем некоторые опыты. У нас получилось добиться сверхвысокого напряжения. Напряжение, которое идет из сети, у нас подключено на автотрансформатор. За счет чего мы можем плавно регулировать мощность от 0 до 240 вольт. Дальше сетевое напряжение подается на электронный трансформатор для галогеновых ламп. Он выполняет роль преобразователя частоты. В сети у нас используется 50 Гц. После электронного трансформатора выходит 12 вольт 30 тысяч Гц. Именно такая частота подходит для строчного трансформатора. Который повышает напряжение с 12 вольт на 7 тысяч вольт. Это переменное напряжение подается через вот эти два провода в эту трубу. В трубе у нас спрятаны умножители типа УН927. Их здесь много штук. 17 штук, если не ошибаюсь, стоит. Да. Они подключены последовательно. Один за одним. Так что степень умножения их значительно увеличивается. А для того, чтобы не возникало пробоев между умножителями, мы их все залили веретенным маслом. Поэтому она немножечко замаслена. Вот слышите? Потрескают, потому что очень сильно электролизуется от этого напряжения. Масло отлично изолирует умножители друг от друга. В результате чего получается очень высокое напряжение здесь на выходе. Так как внутри масла потери на умножителях уменьшаются. Для того, чтобы вся эта конструкция работала стабильно и не сгорела от своего же высокого напряжения, мы каждую деталь заземлили на нулевой провод в сети. Вот этим черненьким проводом. Поэтому вилку вытыкать нельзя. А иначе выключится заземление сетевое. В роли портала для выхода высокого напряжения мы будем использовать арбуз. Вот если оно сейчас опрокинется... Будет нам конец всем. Особенно ковру. Самое главное, чтобы масло не вытекло. Для того, чтобы запустить эту установку, достаточно прокрутить ручку автотрансформатора. И мы плавно будем накачивать напряжение в этот арбуз. Чего сказать, от арбуза больше вы ожидали. Ну давай с яблоком попробуем. Давай больше. Куда больше? Куда больше? Ты что? Опа. Не, носик не то. И тут я понял, что емкости арбуза недостаточно и решил подсоединить Никиту. Под воздействием столь высокого напряжения, Никита должен войти в резонанс. И накопить гораздо больше потенциал, чем этот арбуз. Что, понеслась летающая шапка? Угу. А, ух! Где? Шапка меня лупит. Давай, сейчас. Вот так вот. Шевелится? Это 80 только. Не полететь. Напруга пошла. Зашевелилась. Вылетела. Ну что, полетели? Сказал Гагарин. А! Долбанула? Да. Давай соединим электрические. Напругу подаю. Ты что говори? Угу. Она сразу дышит. Видите, как она дышит? Что, поднимаем? Давай. Она просто улетела. Давай. О! Давай еще разочек. Давай. А! Ух! Ух! Выключил, выключил. Откуда, куда? Вот сюда шлеп. Через провод, да? Да, через провод. Плохой контакт, значит, был. Там же шлак. Офигеть. Да? И все перевернулись. Я на 40 дал, только. Ну давай. Давай на голове. Обалдеть. И все перевернулись. Что, поехали? Давай. Ой! Пробивает. Все, выключил. Она сжимается, смотри. Да как я смотреть-то буду? Ой! На голову пробивает. Бред, короче. Крусится, как дебильная. Это еще глаза закатывает. О! Рано выключил. Давай еще раз. Мне хочется левитацию. А! Что с ней? Что она делает? О! Она выключила. О! Она за волосы запуталась. Она криво стоит ищет. Так, и чем-то плохо. Что с ней вообще происходит? Трудно сказать. Но я чувствую это. Некоторые устают. Швабра, помоги. Поднимаются. Закутались. Близко не подходи. Это там вообще бесится. Слышишь, как стучат? Она перезаряжается. Я понял, в чем проблема. В чем? У них есть острые края. Ага. Но она и бесится. Снимаем на кругу. Что, закруглить все? Смотри. О! Класс. Пробуем заряжать бутылку. Смотри на бутылку. Кому скрыт? Где? Прям в бутылку искрыт. Да, да шо? В бутылку молния лупит. Ой, а ко мне вся одежда прилипла. Сгорело. Сгорело? Вот зараза. Ну не знаю, что случилось. Резко вырежу. А что это оно сгорело? И тут у нас закончились транзисторы. Но ничего, скоро мы купим новые. В следующем ролике мы пропустим миллион вольт через различные жидкости. Обещаю, результатом ты будешь удивлен. Не пропусти.